Привет, друзья! Когда же можно начинать играть произведения? Конечно, для людей, которые занимаются с преподавателем, этот вопрос не так актуален, потому что преподаватель всегда подскажет, когда уже можно начинать играть произведения и какие произведения даст вам какое-то произведение по вашим способностям, по вашим возможностям и по текущему состоянию на вырост немножко, чтобы вам это помогало дальше развиваться. Если люди занимаются самостоятельно, то, как правило, они делятся на два типа. Одни начинают слишком рано играть, слишком сложные для себя произведения, а другие слишком аккуратно к этому подходят и боятся играть любое произведение. Тема эта была лишь одной из тем полуторачасового прямого эфира, который проходил в закрытой группе Телеграм-канала. У меня есть YouTube-канал, подписчиком которого вы, надеюсь, являетесь, если нет, то обязательно подпишитесь. И есть основной канал в Телеграм и закрытый канал в Телеграм. Вот на эти Телеграм-каналы ссылки будут в описании под видео и, как обычно, на основной канал QR-код я оставлю вам, чтобы было удобнее, можете перейти спокойно сразу, наведя телефон на QR-код. Смотрим. Может быть, подумываю уже что-то, мне кажется, можно уже легкой какой-то, не знаю... Мелодии? Мелодии, да, что ли. Да не можно, нужно уже. Ну да, потому что так-то я все играю, а когда мелодии, там, это же немножко другое уже мышление, там, в голове. Ну, смотри, на самом деле, давайте про мелодию поговорим, про занятие про мелодию. Вообще, по-хорошему, разницы нет никакой. Вопрос в том, что мы к мелодиям относимся как к мелодиям, а к упражнениям относимся как к упражнениям. И в этом разница. Если ты будешь учить мелодии как упражнения, а упражнения как мелодии, то разницы нет, потому что и там, и там ноты. Вопрос в том, что самый важный, да, вот по поводу того, что разделяем мы мелодии и упражнения, что когда мы начинаем учить мелодии, мы как бы их играем целиком, чтобы фраза была там. Обычно мы их проигрываем, бывает частенько подряд, не заморачиваясь, там что-то получается, не получается. Когда мы играем гамму, мы такие, так, мы играем гамму, значит, здесь каждая нота должна быть выверена, все должно попасть. А в мелодиях мы так не заморачиваемся. Вот если ты будешь мелодии так же учить, то есть у тебя, если не получается какая-то фраза, значит, ее надо проработать, понять, что вот этот интервал здесь нотка находится, вот этот интервал здесь, тогда проблемы такой не будет. Понял? Да, я понимаю, что это больше психологически, чем... Вот, поэтому не заморачивайся, по мелодии мы можем играть хоть на первом уроке. Например, говорю человеку, сыграю на ту си, потом сыграю соль. И вот мы так идем, и получается в итоге в конце урока он си, соль, си, ля, соль, ля, си, соль, ми, си. И он такой, о, я, оказывается, самотайм играю. То есть разницы по большому счету нет никакой. На втором, на третьем, да, я бывает вообще, знаешь, такая развлекуха иногда бывает. Вот вчера я с человеком занимался. До, си, ля, потом до, си, ля, си, до. И я ему говорю, давай до рэ теперь. Ну, чтобы как бы регистр, да, посмотрите. Он играет до, си, ля, си, до, рэ. Теперь сыграет до, си, ля, си, до, рэ и вниз ля. И получается до, си, ля, си, до, рэ, ля. Мы играли просто упражнение, в голове возникает какая-то история. О, это же... Я, оказывается, песню не играю, потому что разницы по большому счету нет. Поэтому просто себе надо ставить основную мысль сохранять, что мелодия, если мы ее правильно учим, ты можешь сделать из мелодии упражнение, и это будет полезно. Поэтому на эту тему вообще не заморачивайся, просто бери по своему регистру, по своим возможностям, и каждую нотку выверяй, чтобы они попадали. Все. Нет проблем вообще никакой в мелодии. Окей? Угу. Субтитры подогнал «Симон»